Считанные дни на то, чтобы определиться со своим будущим, остались у многочисленной армии таксистов. С 1 января вступает в силу федеральный закон, по которому все перевозчики должны обзавестись лицензиями, а также оборудовать машины таксометрами и специальными фонарями. Готовы ли к таким новшествам краевая столица, выясняла Мария Нетребенко. Привокзальная площадь в Хабаровске – клёвое место для автоизвозчиков. Иногородние чаще всего не ориентируются в реальных ценах, поэтому таксистов здесь свой прескурант. Здрасте, а не подскажете, до Южного, до Евро, сколько будет стоить? 800. 800? А дешевле? Ну, 100 рублей могу скидывать. А на официальном такси такая поездка будет стоить ровно в два раза дешевле. С 1 января все бомбилы должны исчезнуть с Хабаровских улиц. Чтобы продолжить заниматься частным извозом, необходимо оформить специальное разрешение в Министерстве промышленности и транспорта края. Пока их выдано только 260 штук. Чтобы получить разрешение, нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. Нужно, чтобы машина была в собственности. И чтобы на этой машине был установлен таксометр, нанесены шашечки и установлен фонарь. Таким новшеством больше всего не обрадовались таксисты в Хабаровском аэропорту. Кстати, именно здесь и 5 тысяч за поездку не предел. Жизнь после 1 января эти частные извозчики планируют по-разному. Я устроюсь на работу рублей за 40 и буду работать спокойненько. Ну как государство нас дурит, так и мы будем дурить государству. Но обмануть государство вряд ли получится. Уже в первый день нового года машинам с шашечками сотрудники ГИБДД уделят особое внимание. Если сотрудник ГИБДД видит, что передвигается транспортное средство, на котором установлен специальный фонарь, как мы говорили, легковое такси, и нанесена специфическая цветоотражающая окраска, значит он имеет право остановить и проверить, у него документы разрешают, что у него есть разрешение. Если его нет, придется заплатить штраф 5000 рублей для физических лиц и 500 для юридических. Кроме того, с 1 января все такси должны ждать клиентов только в специально отведенных местах. Согласно правилам дорожного движения в пункте 117, вот разметка этой желтого зигзага говорит о том, что может снаться общественный транспорт, то есть автобусы, троллейбусы, но также и такси. Но получается, если мы немножко обратим внимание назад, то там есть знак, который говорит о том, что остановка такси уже, соответственно, запрещена. До вступления закона в силу чуть больше двух недель, но ни одной спецпарковки для такси в городе так и не оборудовано.